Друзья, наступило у нас утро. Делаем загрузки на ютубе. Женя ушел. Фотограф пошел фотографировать. Жизнь продолжается. Очень круто, конечно, ночевать. Начинать утро с торта. Прямо желудок так и просится. Так и говорит, прищепки у нас тут стоят. Вчера ходили с Женей фотографировать. Точнее фотографировал он, я снимал как обычно. Просто мне было интересно, как профессиональный фотограф делает свои репортажи и вчера я это увидел. Так, здесь делать что-то. Что-то закрутить. Вот так-то получилось. Вот такой у нас видончик, друзья. Видно океан. Но кроме еще вид на деревню наш, океанчик, только вон там далеко. Такого нету близкого вида на океан, как было, где же это было. Очень красивое место было. А в Альбуфере. Это у нас в Португалии было там, когда такой интересный своеобразный номер был. Я помню, выходишь и такое просто волшебство стоит. Во-первых, сам номер, все вот эти отели, все дома там белого цвета. И вот этот вид, который был, выходишь на балкон и практически сразу, так вот прямо чувствуется, он прямо как будто бы на тебя вот этот океан идет. Такая мощь. Очень красиво это выглядело. И также атмосфера у этого места была необыкновенная. Хотелось писать стихи, поэмы, прозы, рассказы, романы. И, пользуясь этим моментом, я даже начал писать свое произведение, которое я вам, надеюсь, когда-нибудь покажу. Если его вообще можно показывать людям, то я его покажу обязательно. Такое место было хорошее именно для человека, кто не то, что любит писать, а кто хочет писать или кто любит писать тоже. Здесь же, в принципе, такая атмосфера как бы есть, но далеко не такая. Здесь просто больше, как вы видите, вот эти стройки стоят, какие-то вот эти, скажем так, не совсем до конца. Такая деревня, при том деревня это современная. Современная, потому что здесь нет вот этой всей старины, такой атмосферы, нет какой-то истории такой своей. Самое главное ведь это что? Это история. Это, как сказать, легенда, это миф. Но, естественно, чтобы этот миф был только настоящий, потому что очень много историков у нас в последнее время любят поизвращаться и на ровном месте, скажем так, сочинить какую-нибудь сказочку. Пользуюсь тем, что это никто не может или не нужно кому-то опровергнуть, вписать туда все великие открытия или что-нибудь в этом роде. Вот такие тоже дела есть. А когда же миф сложен на реальностях, то есть даже не то, что миф, а просто легенда или то, что людям достается от их предков, то это, конечно, уже совсем другая история. Она уже по-настоящему переживается, по-настоящему чувствуется. Чай, кстати, очень даже вкусный. Так, вот у нас самолет поделивался очередной. Я его вижу. Откуда он, интересно, прибыл? Кто может угадать? Вообще, мир уже дошел до такого уровня не то, что мир дошел до такого уровня, просто людям, которые хотят путешествовать. Вот я так думал, раньше как было, вот человек хочет путешествовать, ему надо купить билет на самолет, купить там еще что-то, много чего, таких вещей очень сложных. Ну, естественно, дорогих. А сейчас вот эта компания Ryanair, если я не ошибаюсь, это, сейчас я вам скажу, не английская, а кто у нас там в Англии? Вот это шотландцы и другие. Шотландия. Неворство. Ну, Великая Британия, Шотландия. Представляешь, с головой вылетело вообще мозги, иногда не работают. Ирландия, все, Ирландия, вспомню. В общем, ирландская эта компания Ryanair, если я не ошибаюсь, ирландская компания Ryanair, вот, она предоставляет такие билеты, которые, ну, даже смешные цены у них, 20 евро, 30 евро, 50 евро. Даже, если вы смотрите Анзор ТВ, у меня там был один полет, который я совершил за 1 евро. И этот полет был, и откуда же он был, из Стокгольма в этот, в Варшаву, всего за 1 евро, 1 евро стоил. Такие вот дела. Поэтому летать очень легко. Естественно, у этой Ryanair есть и другая сторона, то, что очень много, это, такое ощущение, что ты в какой-то забитый автобус, тебя тук-тук-тук-тук раз, вталкивает раз. Прилетели, то есть, постоянно, постоянно, там скорость, из-за того, что самолеты, из-за того, что такие маленькие цены, самолеты, естественно, все время должны быть забитыми, все время должны быть в воздухе, то есть, они не должны простаивать, скажем так. Вот, и много разного бывает неудобств, там разные и кресла, и ожидания, и иногда вещи не так приходят, то есть, много таких вещей бывает, которые в других, дорогих авиакомпаниях, конечно, случаются реже. Но, несмотря на это, люди летают и, естественно, цены, это в данный момент для людей самое главное. Одно дело за 200 евро полететь, другое дело за 20 евро полететь, конечно, в основном люди летят за 20 евро. Каждый по своим возможностям. Так, что ж, смотрим, что у нас тут за тортик. Медовик. Такое вот утро. Интернет, кстати, здесь более-менее нормально работает, поэтому сейчас загружаю видео и стараюсь побольше загрузить, побольше выложить и показать, до какой степени, до какого момента мы добрались по дороге в солнечную Калифорнию. Единственное, правда, не получается дойти до настоящего момента, то есть, до сегодняшнего дня. Поэтому видео, которое вот я сейчас записываю, я думаю, вы его увидите через... Я постараюсь сделать, чтобы это было через хотя бы неделю-две, но обычно получается месяц, иногда даже два месяца бывает. В общем, в зависимости от ситуации, от города, от страны, от интернета, нет разных других возможностей. Такие вот дела. Что, друзья, очередной день наступил, с чем я вас поздравляю. Хвала Всевышнему. Живем и радуемся этой жизни. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.